Добрый вечер! И мы снова подводим итоги недели, хотя сегодня хотелось бы больше уделить внимание нашему электротранспорту. Так как это действительно тема недели, в Одессе состоялась большая конференция, конференция сотрудников электротранспорта, которую можно смело назвать международной, так как там были как это руководители, наши коллеги из различных регионов Украины, так и представители из-за рубежа. И также на этой неделе мы презентовали наши новые Одиссеи и электробусы на базе наших вагоноремонтных мастерских. Об этом мы говорили немного ранее. Сейчас же хотелось бы сказать о маршруте Север-Юг. Маршрут, о котором так много уже было сказано, о том, из чего он состоит, этапы, скажем так, наших отработок и когда уже этот маршрут наконец-то поедет. Хочу отметить, что сам маршрут действительно очень большой. Это, если говорить в обе стороны, то это 64 километра. В одну сторону 32. И это маршрут, который будет идти полностью по обособленному, выделенному пути. Соответственно, его смело можно назвать таким себе Одесским наземным метро, как многие его и называли. Почему этот маршрут называют скоростным? Скоростной он не потому, что вагоны будут двигаться по городу с какой-то космической скоростью, а потому что, опять-таки, вагон будет наследовать по выделенному участку пути. Он не будет это стоять в заторах, на него никак не повлияют автомобили, которые заполонили центр города, особенно в часы пик. И на трамвае будет это передвигаться, безусловно, быстрее. Это такой себе магистральный маршрут. Из того, что уже сделано, хочу напомнить, что сам маршрут от 11-й станции Черноморской дороги до Полустовского, то есть фактически, который соединит между собой два самых больших спальных района города, и наследует он через весь город, в том числе и центр. Работы мы выполняли по этапам. То есть сначала, конечно, были выполнены ремонты основных узлов. Это Терраспольская площадь и это Старосиная. Дальше там выполнены ремонты разворотного кольца и там, и там полностью обновлено это путевое хозяйство и этой коммуникации. Дальше были выполнены работы на улице Треженская, на улице Софийской и спуск Маринеска. Ну и, конечно же, мы соединили участок от спуска Маринеска под Пересовскими мостами с участком пути на Черноморского это казачество. То, чего ранее вообще не было. И теперь уже вагон Суворовского района без пересадки, без остановок, без заезда в депо, может спокойно уже последовать центр города. Сейчас ведутся работы по новощупному ряду, активно работы ведутся, насколько, я думаю, все жители города знают. И после этого уже можно говорить о запуске так долго ожидаемого маршрута Северо-Юг. Приступили мы к этим работам в 2016 году. Работы действительно большие, масштабные. Учитывая ту нагрузку, которую это получит на себя, это путевое хозяйство на пути на следование маршрута, те работы, которые сейчас выполняются, они, безусловно, необходимы, так как интервал между вагонами будет менее 4 минут, и этот подвижной состав мы там собираемся использовать в большой вместимости. Это как Одиссей и Макс, который мы собираем сейчас сами, так и тот новый подвижной состав, который мы собираемся закупить за деньги Европейского инвестиционного банка. Кстати, результаты конкурса мы уже должны это получить в конце сентября, в начале октября. И в 2022 году мы рассчитываем на поставку нового подвижного состава. Помимо этого, за деньги ЕБРР, а тут идет софинансирование Европейского инвестиционного банка и ЕБРР, мы собираемся произвести, выполнить полную замену путевого хозяйства от мостов Пересыпских до Паустовского, то есть фактически всю улицу Черноморского Казачества, всю улицу Добровольского. Будут заменены как пути, так и будет выполнена реконструкция тяговых подстанций и построена одна новая тяговая подстанция. Также будут оборудованы переезды безопасные через пути, и также будет полностью обновлена контактная сеть. Эти работы мы рассчитываем вести без остановки это движение, поэтому, скажем так, в целом маршруту существенных помех не будет. Хотя, действительно, это очень серьезные работы и затянутся на достаточно долгий период. Эта работа действительно масштабная. Хотелось бы отметить, что подобные такие масштабные капитальные ремонты путевого хозяйства в Одессе выполнялись в далеком 1978-1982 году. Как вы все понимаете, это достаточно давно. Ну и развивая тему электротранспорта, хотелось бы отметить, что уже весь подвижной состав оборудован валидаторами, поэтому призываем всех пользоваться возможностью безналичного расчета. То есть в любой единице, неважно, то по трамваю, либо по троллейбусу, вы можете рассчитаться с помощью мобильного телефона. Такая опция доступна, повторюсь, во всем нашем подвижном составе. Ну и уже в конце сентября мы запускаем маршрут по Балковской, то, о чем мы уже сегодня говорили. То есть сначала это действительно будут только те машины, которые мы собрали на базе наших вагоноремонтных мастерских, поэтому интервал будет достаточно большой, но после покупки новых электробусов мы сократим интервал до 8-10 минут. Тут тоже, к большому сожалению, были технически неверно поданы документы и конкурс не состоялся, тендер не состоялся вовремя. Мы сейчас идем на ретендер, но тем не менее я уверен, что в течение до 4 месяцев мы уже подпишем договор и тендер состоится. И в 2022 году в Одессе, помимо новых трамваев, появятся еще и новые электробусы. Сегодняшний выпуск, так уж это получилось, мы полностью посвятили электрону транспорту. Надеюсь, смог максимально широко раскрыть тему. Видимся, как всегда, через неделю и обсуждаем наиболее важные вопросы. До свидания, до новых встреч.